Девушки отдыхают Хотя не обязательно куда-то ехать, чтобы найти горку по душе. Главное искренне радоваться, как это делает Ирэн Токарева из Мордовии. Юху, круто! Не любите активный отдых? Можно просто смотреть на воду. Вот что сделал мороз с бухтой Врангель. А если уж совсем не хочется далеко ходить, смотрите в окна, и там можно увидеть морозную красоту. Но если все же осмелитесь шагнуть в минусовую температуру, активно двигайтесь. Как минимум вспомните детскую забаву, делайте снежного ангела. Но героиня этого ролика, девочка Алиса, судя по всему, любит совмещать занятия физические с интеллектуальными. Что тоже вариант. А можно, по-прежнему претендуя на развлечения умственные, ставить эксперименты. Вот, например, что будет, если на морозе разбить яйцо. Понятное дело, яичница. Только замороженная. А можно все так же, вспомнив детство, запускать самолетики. И не важно, что на улице минус 20. Знаете, как говорят, охота пуще неволе. Вот и рыбалка, похоже, тоже. Иначе как объяснить, что толкает людей на такие подвиги? У нас погода у нас не поменялась сильно. Сейчас где-то под 40. Сейчас посмотрим. Ехать куда-то почти сутки. Несколько сотен километров снегоходом через леса и болота, чтобы в итоге порыбачить. Конечно, улов неплох. Но стоит ли таких усилий? Или это способ закалить характер и организм? Тогда ж можно закаляться вот так, по-красноярски. Хотя если бежать, то бежать со смыслом, как этот итальянский полицейский. Пауло Вентурини пробежал марафон в Якутии. 39 километров при температуре минус 52 градуса по Цельсию. Всего за 3 часа 54 минуты. Конечно, к таким приключениям в России итальянец готовился. А вы развлекайтесь спонтанно. В морозы это согревает. И снимайте интересные видео, чтобы стать героями ваших новостей в наших новостях. Пока. Пока. wen